Немецкая армия в критическом состоянии. Бундесверу не хватает техники и квалифицированных кадров. И это при том, что на оборону страна выделяет миллиарды. О проблемах немецких военных Татьяна Лагунова. У Бундесвера большие проблемы, начиная с острой нехватки кадров и заканчивая материально-техническим обеспечением. Традиционные доклады о состоянии дел в армии на днях презентовал уполномоченный Бундестага по вопросам обороны. И документ оказался разгромным. 115 страниц плохих новостей. Автор доклада Ханс Петер Бартельс не скрывает, дела плохие. В Бундесвере более 20 тысяч свободных вакансий, а техника вообще дышит на ладан. Материальное обеспечение крайне плохое. В конце прошлого года 6 из 6 немецких подводных лодок вышли из строя. Из 14 аэробусов 400М в небо не поднялся ни один. Такая же ситуация и на флоте. Старые корабли выводят из эксплуатации, а новые уводят задержками. Из 15 фрегатов у нас сейчас есть только 9. Да что там подводные лодки и самолеты? Военным не хватает банальных бронежилетов, комплектов зимней формы и палаток. Эта информация уже не из доклада, а из немецких СМИ. Они сообщают, армия оснащена так плохо, что немецкие солдаты не могут эффективно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО острие копья. Военачальники парируют, все идет по плану. Согласно временному плану, эта многонациональная бригада должна быть создана до конца июня этого года и потом приступить к учениям. Так что сейчас мы находимся на стадии подготовки и до лета немецкая часть будет готова со всем оснащением, необходимым для выполнения этой миссии. Увеличение расходов на оборону зафиксировано и в новом коалиционном соглашении. Немецкие партии договорились взять курс на выполнение своих обязательств в рамках НАТО. И в будущем выделять на военные нужды 2% от ВВП. А это 65 миллиардов евро. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.